Королева весна. Напереды дни у Гомеля выбрали самую пригожую, артистичную и грациозную студентку региона. В областном этапе конкурса приняли удел 13 девочек. Кто завоевал корону переможца и путевку на республиканский финал, ведает Ганна Корольчук. Они пришли уразить глядачу в жюри свою пригожостью, розумом и талантом. 13 студенток из всех вину региона передали отборочные этапы в университетах, как трапить в финал областного конкурса. Все это у организаторов была задача раскрыть потенциал удельниц на полную, максимально показать их сдольности и таланты. Сучастная королева весна – это не просто прихожунь, а ли у Сибакова развитая особа. Красота в данном конкурсе – это не самое главное. Красота, как всем известно, понятие очень такое субъективное. И поэтому именно в этот конкурс, именно конкурс совместно с БРСМ, мы включили несколько дополнительных конкурсов, такие, как ораторское мастерство, как творческий конкурс, как спортивные испытания, чтобы рассмотреть в девушке не только внешнюю красоту оболочек, но еще внутреннюю. На переде дни других европейских гульнях, которые стартуют в червени, организаторы вы решили присвятить конкурс теме спорту. Пролог студентского спорта выкнали в соответствующем стиле, а мы погутрили с конкурсантками за кулисами. Я с малых лет люблю сцену, люблю вот эту вот всю мощь ее, я питаюсь сценой, поэтому и решила, что в этом конкурсе почему бы мне тоже не участвовать. Я вообще сама по себе активная, люблю общение, скажем так, где движение, там и я. Я очень люблю такие конкурсы, я уже принимала участие в таком конкурсе в лицее, когда училась. Я вообще из Могилева, и мне безумно понравилось участие, и мне предложили поучаствовать в конкурсе в отборе в университете. Я без ума от медицины, мне очень нравится, чем я занимаюсь, чему я учусь. Со второго класса я занималась в эстрадной студии в Могилеве, веселые нотки. Безумно, сцена это моя, я не знаю, вот разрываюсь буквально. В первом дефиле глядачи знакомились с удельницами и глядели их виды визитовки. Далее, по трымку спортивной темы, девчины выказали свое меркование на тему «Здоровало от життя, подмурок, будучих досягненьев». Гэтый промоуницкий конкурс стал самым хвалюющим для усих удельниц. Каждая девушка готовила какой-то свой определенный текст, но, конечно, из-за волнения каждый его забывает. И это нормально. Ну, танец у меня, я танцую на самом деле, представляю. Мне это не страшно творчески, а вот это для меня в новизну. То есть, по сути, второй раз в жизни микрофон в руки беру. Протягнула конкурс дефиле в спортивных образах. До речи, час подрихтовки до фіналу для девчат пройшел под девизом «Ни дня без спорта». Они занимались легкой атлетикой и учились гулять в великий теннис. В творчом выпробовании конкурсантки спробовали сдевить залу и запомниться жюри. Одна из девчин выкнала песню уласного сочинения. Иншая выступила у оригинальном жанре и представила шоу мыльных бурбалок. Закрыла конкурс традиционное дефиле в дизайнерских вечерних уборах. А потом долгое чекание выникал и вердикт жюри. Произглядацких симпатий отдали Мария Максименко, студентцы Белорусского гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией. Титул вице-королевы весна отримала Полина Лебедева, представница Белорусского державного университета транспорта. Владельницей заповедной короны стала будущий медик Мария Бартновская. Эмоций сначала вообще не было, был просто шок. Сейчас меня переполняют эмоции. Я думала, я буду плакать, но просто я в шоке. Очень люблю свою специальность, свою будущую профессию. Мечтаю стать хорошим врачом. Занимаюсь в коллективе, в своем студенческом клубе. Пою, люблю очень петь. Также занимаюсь спортом. Остатние конкурсантки отримали у Знагорода в особенных номинациях. А переможца проставит наш регион на республиканском этапе конкурса в Минску. Далее представница от Белоруссии будет покарать жюри на международном споборнистве – королева студентства. Лана Корольчук, Александр Харламбов, телерадио «Компания Гомель».